Большое спасибо за донат. Большой ципа в скобочках 3G Name, мое почтение. Слушай, а этот же чел, это же третий админ Лиги Плохих Гитарных Шуток. То есть, короче, ну типа так, не супер прям знакомый, я не знаю, это вообще не ты сам. И есть. 150. Ну, 5 минуток посмотрим. Короче, мы знакомы, естественно. Если ты не фанат Блокметова или вообще не фанат Металла, Блокметова сам по себе может внушать сильную тревогу. Но если ты фанат Блокметова... Ну вот тебе, короче, да, вот еще один забавный прикол в плане того, с кем Моисей там знаком. Мы не просто знакомы, мы только паблик вместе несколько лет ведем Лига Плохих Гитарных Шуток. То есть вот с этим челом и Альберт как раз вот третий. Ну он скорее как главный все равно, я его так воспринимаю, как один из основных все-таки авторов идей. Вообще это их идея, а моя идея сделать паблик. Вот, и... ну короче, вот так. Но я главный тот, кто как бы подтолкнул паблик изначально, что он вообще куда-то пошел дальше. Нужно нечто большее, чтобы пробрать тебя до мурашек. Вот почему сегодня мы рассмотрим несколько пугающе жутких и странных песен в этом поджаре Металла. У меня популярность была уже немножко и все. Итак, я сам выбрал несколько и попросил вас в Инстаграме накидать мне жутких и странных Блокметал песен. Давайте заглянем в этот список. Да, и большой привет всем тем, кто прислал не отдельные песни, а целые альбомы, названия групп и всякую всячину. Спасибо большое, вы очень помогли составить этот список. Для начала быстренько вспомнить... Я не знаю, честно говоря, вот Борис, это, короче, ББЕ, насчет этой шутки. Я чекнул, я ставлю на усмотрение все-таки Альберта, потому что мне не очень кажется, что это форматная и что это шутка вообще нормальная. Типа, надо подумать. Ну просто как Альберт, если он опубликует, то пускай. Если нет, то нет. Как звучит обычный Блокметал? Вроде прикольно, но как будто не супер. Звучит знакомо, правда? Песенная структура, размер четыре четверти, барабан. Про Блокметал, окей, слушаем. Бас, бас, гитары, чьи-то вопли, Блокметал. А теперь к первой странной песне. Кстати, советую надеть наушники. Здесь был бы идеальный момент для рекламы наушников, но вы наружу мы их посмотрите. Никому такая реклама не нужна. Империал Триамфант. Крокодил. Ну, очень экспрессивный такой. Мне нравится, как песня начинается со странного шума, который перемещается из динамика в динамик, а потом переходит в гитарный звук. И всё это звучит очень... плотно и... И кто на работе скучает, привется. Ты не понимаешь, что происходит. Это похоже на очень тяжёлый бэт-трип. По-моему, песня как раз про... Нарконьки. И клип подходящий. Да, есть официальный клип. Чёрт возьми, это... Это... Но мне почему-то нравится. Следующая песня. Mysterious Semblance of Spectral Trees. Стриборг. Вот, короче, да, ту песню, эту... Вику... Дослушивать неохотом. Ну, типа, в принципе, понятно всё. Помните, как Стриборг или Синнано, создатель проекта... Политета, поэтому, как бы, я могу считаю скипнуть. ...блэк метал. А вот чем он сейчас занимается. Хм? Я не осуждаю. Пусть каждый делает, что ему по душе. Аминь. Но это странно. Это более странно, чем блэк метал. Стриборг хорошо известен своим абсолютно бесплотным и, скажем прямо, плохим звуком. Но когда к нему привыкнешь, находишь к нему что-то медитативное. Мало хороших гитаристов. Блин, это вообще огромная проблема. То есть единственный город вообще, мне кажется, на земле, где можно найти плюс-минус... Ну, окей, ладно, не на земле, я так шучу, конечно. Типа, в русскоязычном пространстве. Город, в котором, как бы, легче найти более-менее норм музыкантов, подходящих тебе. Москва. Ну, типа, есть где относительно тоже несложно. Это столицы других стран. И, ну, там, Питер. Что-то такое. Вот, а так, в целом, рано или поздно просто... Ты сдаешься, и приходится, как бы, если хочется норм челиков собрать, то Москва. Это словно путь. Через темный, туманный лес. Мне вроде бы... В смысле мы радоваться должны, что нет музыки. Ну, кто-то хочет радоваться, кто-то... Я это воспринимаю просто никак. Как факт. То есть можно радоваться, можно грустить, но это факт. Мне это нравится. Раньше я его ненавидел. Население Москвы, как республики Баларусь, да. Он не такой уж плохой, надо сказать. А еще там хорошо слышно бас. Израиль, да. Это крайне необычное. Не, ну, в Израиле это как раз наоборот. Сейчас много музыкантов туда приехали. Отлично. Пришло время рассмотреть одну из самых, можно сказать, известных, пугающих странных black metal групп или проектов. Эй, фанаты Эммита, в этом месте можно ставить дизлайк. Потом поблагодарите. Да, это Эммит. Мертв до смерти. Казахстан, Грузия. Да, да, да. Должен сказать. Там сейчас все есть. Я не знаю, что людям в этом нравится. Это невыносимо. Что является твоим главным проектом сейчас или за всю жизнь? Ютуб или музыка, Антон или Моисей, МВПД или говнида? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, Моисей и ничего из, ни МВПД, ни говнида. Я бы не сказал, что что-то является моим главным проектом. Но я думаю, стримы — это моя основная деятельность сейчас. Это то, что от меня больше всего нужно. Это то, что мне нравится. Это то, что приносит пользу. Это просто, ну, я кайфую. Вот, музыка, скорее, ну, с одной стороны, она первородна, типа, она была со мной всегда, просто это и есть я. А с другой стороны, занятие ей в классическом смысле этого слова для меня, скорее, вторично сейчас. Наверное, так. ...для ушей. То ли я слишком молод, то ли слишком стар, чтобы понять. В общем, не знаю. По большому счету, я что, не занимаюсь музыкой сейчас? В каком-то смысле занимаюсь. Просто это не мой стиль музыки. Вообще. Я уверен, что у создателя проекта была какая-то идея. И вы занимаетесь сейчас. Я не упомотил ее в том виде, в каком хотел. Вместе со мной сейчас. Иначе он бы не стал выпускать эту... ...музыку. Но... Уф. Для меня она звучит, как будто шестиклассник водил слайдом по гитаре с дисторшном. Ну, вообще, правда, да. И морем реверберации, перекрикивая шум. А потом изготовил черно-бело-красную обложку, и готово. Блин, как же прикольно, что можно в некоторых жанрах просто полную хрень какую-то вообще лютую сделать, и при этом, на самом деле, это как бы будет и не совсем и хрень, но для кого-то. Меня это люто веселит. Простите, как будто у этой группы больше фанатов, чем участников в ней. Типа, перед кем он извиняется? Мне нравится гораздо больше. Хоть я и лишился, наверное, всех фанатов Эммит. Но такие уж вы нетерпимые. Какие? Сколько? Двух человек, типа, забей. Нет, прикиньте, если у этого реально там миллион поклонников даже есть. Бесток, спасибо огромное, спасибо. А ссылки-то, слушай, нет. А, в ВК в телеге кинул ник ВВВ. Понял, заценю. Спасибо большое за донат, мое почтение. Вот сейчас вроде уже до хера точно очередь, поэтому вот сейчас оффаем ее. То есть 22.50 надо запомнить просто, что сейчас будет тогда пока по 60 подниматься донатом. Все. Надо успевать на начало стрима самое. С точком зрения. Под королевый гранжу. Планирую, но что-то все никак не дойдет до этого. Вообще хочу. Шаттин аустдер Александр Вэльт, Бедлехэм. Это вообще звучит как блокметальный хардкор панк, на самом деле. И эта песня характернейший образец с альбома Дикти Устенекара. Музыкальный ютюбер или ютюберный музыкант? Я музыкальный ютюбер. Я музыкальный ютюбер. Ну, понимаешь, блин, еще раз, я вот этот вопрос, он с подковыркой все равно. Типа, что значит, что ты имеешь в виду под этим? В принципе, я практикующий музыкант, который, как бы, я делаю что-то в музыке, и это что-то тоже мне приносит какой-то и доход, и известность. И меня ценят тоже многие как музыканты. У меня выступление вон скоро будет, у меня дорога окупится. И мне предлагают выступить на фестивале, оплачивают мне все. То есть как бы я музыкант, практикующий. Но для меня просто это вторичное занятие, хобби больше, по приколу. А вообще я музыкальный ютюбер. То есть я ютюбер на тему музыки, при этом просто один из самых экспертных вообще, в принципе, на русском языке, а может быть и не только на русском языке. Как бы, ХЗ, есть примеры англичан таких же, англофонов? Я не знаю. Я бы точно внес его в список. В целом, альбом представляет собой... Есть интересные, но таких, как я, нет. ...самых безумных вокальных перформансов, которые я слышал. Если вы не знали о нем, обязательно ознакомьтесь. Он почти непрерывно держит в напряжении и заставляет... Ух, а всем моим немецким зрителям... ...поэтому мы продолжаем с Амил Накру. Не продолжаем, потому что пять минут. Спасибо большое за донат, мое почтение. Ну, поздравляю, короче, чела Эпроскальпива, что он нашел тоже какой-то прикол, что он делает, переводит, типа, видосы. Это интересно людям смотрится. Это, типа, то, в чем он хорош. Короче, успехов просто, чтобы... Просто просмотры перли-перли, и все было здорово. И, собственно, мое почтение. Как говорится, шуе ППШ, вступай в ЛПГШ. Все, кто музыканты, прям вот кто любит пошутить на тему гитар, особенно, это вот именно пошутить. Я не хочу, чтобы там были срачи всякие, как вы поняли, и все такое. Это наше вот, как бы, такое вот место, где мы приходим и шутим. Не пытаясь кого-то обидеть даже особо, но именно больше цель шутить. В любом случае, прежде всего. Такие дела.